Мы сегодня в Короне. Вижу. Зашли в Gloria Jeans, но я ничего не посмотрела. Можно померить какой-нибудь свитер на зиму, наверное, такой более теплый, потому что у нас очень уже холодно. Наверное, первый год, когда вот с сентября сразу там чуть ли не минусовая температура. Раньше такого резкого перехода нету, но в любом не было. В любом случае будет еще бабье лето, это когда много паутины, когда тепло, еще будет такой период. Вот сейчас в Корону зайдем, еще посмотрим, что-то здесь ничего не покупали. Это, наверное, новая коллекция одежды. Ничего не покупали, посмотрели. Сейчас очень-очень популярно вот это один производитель. Вот эти вот зайки, не помню, как их зовут. Зайка Ми, что-то такое. Да, басики вот эти коты. Серый кот, причем они все на одно лицо, отличаются только по размеру и отличаются одеждой. И очень красиво. Это его пижамка. И кошка, кошка, как ее зовут-то, забыла? Лили. Вот те, которые поменьше, они Лили Бэйби. Есть вот обычные Лили. У них, то есть я говорю, вижу, доченька, да и, пожалуйста, я расскажу. У них отличается только одежда, внешний вид одежды. И я в секунде там какие-то детские одежки покупала, чтобы не покупать нового кота. Я просто одежду новую шила ему. Мы сейчас в Короне. Сейчас немножко здесь пройдемся и уже поедем домой на автобус. Пойдем сейчас посмотрю график, какое расписание. Вот такое я люблю красиво, так как. Цветы разные. Подарки, украшения, свечи. Вот прям обожаю такой декор. Декор для дома. Здесь ремни, сумки. Как красиво. И свечи разные. Зашла в фикс прайс. Я просто обожаю всякие книги по психологии. Из того, что у меня стоит на книжной полке, прочитано процентов 20. Но одно время вот мне нужна эта книга и все. Вот, например, что-то вот такое. Ну, это у меня что-то сердце не екает, чтобы купить. Вот это вот, наверное, буду покупать. Это интересно, мне кажется. Сейчас еще покажу, что мне здесь приглянулось. Но покупать я это тоже не буду. Вот личная власть. Вот из такой серии. В основном это книги производства Альпина. И сейчас уже добавили Бомбора, что вроде бы так называется. Да, Бомбора. У меня есть какие-то книги от Бомбора. Вот такого плана. Как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. Вот я такое. Вот это не очень я в такую не покупала. Не стала бы покупать. Как книги по психологии разрушили, а потом собрали ее. Это не то. Думаю, богатее. Ну, вот что-то такое я прям обожаю. Сейчас выберу, что из этого куплю. Мы давно здесь не были в фикс-прайсе. Поэтому еще что-нибудь возьму. Стараюсь не покупать еще лишнее. Ну, вот беру книги, которые я их не читаю. Но я их не могу никому не отдать. Вот они у меня должны стоять на полке. Они мне вот нужны и важны для меня. А еще в фикс-прайсе я люблю разные органайзеры. Вот, например, в большие я складываю игрушки. Вот, например, в таком там конструкторах. Точно в таком же там куклы Барби. Когда есть система хранения, у каждой вещи есть свое место в полках, то тогда проще порядок поддерживать. Я убираться не сильно люблю, но когда сильно все разбросано, меня это раздражает. Поэтому проще, когда вот, когда есть какая-то организация хранения. А еще сегодня я вам не показала, что купила. Я сегодня ездила в Корону, покупала телефон. Это не новые, это руки в креме, поэтому жирные отпечатки. Покупала телефон. Телефон бэушный, под телефон свекрови. Samsung A52 в фиолетовом цвете. У нее сейчас Samsung S20 FE. Он бэушный стоит, наверное, ну, тысячу он точно стоит. А A52 бэушный стоит вот в таком фиолетовом цвете. У меня вроде в таком цвете был на обзоре когда-то давным-давно. А бэушный A52 стоит 500 рублей. Разница ровно в два раза. Ей разница, в смысле, по функционалу, разница между этими телефонами не такая огромная. И весь функционал S20 FE она не использует. Она в Viber попереписывалась, посмотрела какие-то там новости в TikTok, в YouTube и для созвона. Поэтому решили, что A52, который ровно в два раза дешевле по цене, будет вполне достаточно. Она не против такого обмена. И небольшая предыстория. До этого мы покупали ей на замену Xiaomi 11 Lite 5G NE. Это улучшенная версия обычного 11 Lite. Теоретически он должен быть лучше 11 Lite, когда у меня был. Он не нравился, этот телефон. А вот именно вот этот 5G NE попользовалась. Она, наверное, полдня. И настолько уже прям плевалась, плевалась. Потому что все из YouTube выкидывает. Основное развлечение этого вот видео только в YouTube. Посмотрите, из YouTube выкидывает. Телефон очень сильно зависает. Плохо работает датчик приближения. Проходила она с ним два дня. И это было прям вот мучительно. Она просто просила обратно свой телефон. Потому что говорит, что невыносимо с ним ходить. Поэтому на замену купили именно Samsung. Более стабильный в плане работы. Привет! Наверное, это начало влога. Влог у меня суперскучный уже становится. Потому что сегодня вот я еще даже на улицу не выходила. Время уже 3 часа дня. Сегодня убиралась. Мыла полы везде. Ну и на этом интересы закончились. Пришел муж с работы. Купил драцену с таким вот толстеньким стволом. Мне драцена нравится. У нас раньше росла. Причем, когда мы познакомились. Вот она примерно такая малюсенькая и была. И мы вырастили за 8 лет. Она у нас здесь стояла. Но она уже была выше тумбочки. Не знаю, какой-то. Но прям высокая такая достаточно была. Достаточно большая. Потом я решила, что у нее тонкие листья. Посмотрела в тиктоке, что можно ее обрезать. Личка, сделайте еще, пожалуйста. Что можно ее обрезать. И залить воском. И тогда она пустит новые росточки. И будет пышная. Потому что она у нее была прям такая пышная, мясистая. Драцена. Но со временем уже листья стали тонкие. Она стала уже некрасивой. Может, видели когда-нибудь в поликлиниках. Такая вот тоненькая. Листочки тоненькие. Я решила ее улучшить. Но она у меня погибла. Начали вырастать новые. Вырастать начали новые росточки. Со всех трех. Ну, что-то ей, видимо, не понравилось. И поэтому она погибла. Буду растить новые драцена. Красивая. Это какая красивая. У меня основные цветы дома это орхидеи. Вот они все растут. Орхидеи. И есть у меня еще одна алоэ. Сейчас покажу. И мне нравится, что у меня алоэ. Сейчас покажу. Вот. Алоэ это какой-то сорт. Она у меня тоже вот такая мясистая. Прям добротная. Толстые листья. Очень толстые. Вот если сравнивать. Один листочек, наверное, на три пальца шириной. И она прям такая вот только очень огромная. Вот этот алоэ я люблю. Больше цветов у меня нет. Нет. Есть еще там женское счастье. Который белый. Такой вот полуракушечкой цветет. Я уже показывала. Советовала этот сериал. Смотрим последнюю серию. У нас уже 2 часа ночи. Вот последняя серия осталась. Интересно досмотреть. Называется «Игра на выживание». Прям каждую серию держат в напряжении. Невозможно предугадать, какая здесь будет развязка. И вот прям вот понравился этот сериал. Сериал рекомендую. Сериал интересный, конечно. Вот прям такой захватывающий. Но сценарий, наверное, все-таки слизан с сериала «Игра в кальмара». Либо просто сценарист вдохновлялся этим сериалом. Но есть прям такие сходства. Все, мы спать. Время 3 часа ночи. Первый раз настолько поздно смотрели сериал. Обычно, ну, я не знаю, там до 10 сериал смотрим. Мы спать в 10, в 12 в час ложимся. Ну, точно не до 3. Ну, так интересно, конечно. Но утром будет хотеться спать. Не люблю такое состояние. Когда просыпаешься в 10, уже много времени потрачено утреннего. А ты весь такой развитый. Доброе утро. Ли идет в гости к бабушке и к дедушке погулять. Я с Боню покажу. Он уже так очень подрос. Такой прям высокий, такой длинный. На такого длинного или на оленика какого-то похожа. Или на лавретку такой прям. Видно, красивый пес. Сейчас хотели сегодня сходить. Завтра уже в сад идем первый день. И утром школа. Школа раннего развития. Там подготовка к школе. Два раза в неделю. Там по три урока в этой школе. Это государственное учреждение. Стоит, ну, что-то там совсем дешево. Что-то вроде, может быть, 2 рубля занятия белорусских. Это 50 рублей вот там за месяц. Ну, вообще что-то очень дешево выходит. Вот туда ходят на занятия. Там нужна сменная обувь. Хотели еще сходить купить сменку. Какие-нибудь или кроссовки легкие, или какие-нибудь туфли. Посмотрела, что, наверное, с лета остались еще босоножки. И с лета остались почти новые туфли. Решила, что покупать не будем. Потому что нога у ребенка быстро растет. Обычно вся обувь на три месяца. Вот купили там весной, весеннюю обувь. Осенью уже эта обувь маленькая. Там кроссовки, полусакошки. Надо покупать потом уже осенью. Дальше. У нас уже так холодно. Дождь дома. Вообще сейчас холодно. У меня... Я в прошлом году покупала осенние сапоги. Кожаные такие короткие. Ну, невысокие сейчас. Ну, такие типа как... Похожи. Такие в таком стиле, в такой моде. Похожи, как на армейскую обувь. Вот мне такие понравились. Стоили они 200 белорусских рублей. Натуральная кожа. В российских это 5000 не стоили. Это типа как бы такие дороговатые. Из того, что есть в магазинах и на рынке. И я походила буквально два месяца. Наверное, в сентябре еще в красотках можно ходить. Октябрь, ноябрь мы вот осеннюю обувь носим. С декабря уже зимняя. И весной, наверное, месяц или два. Потому что там уже тепло становится. Я походила осенью два месяца. Весной достаю сапоги. У меня лопнула подошва. И прям такая большая трещина. С виду они прям в идеальном состоянии. Трещина большая. Вода попадает. Ну, естественно, входить в таких неудобно. Хотели сегодня вечером сходить. Я взяла сейчас сапоги. Отведу Лио. Зайду в ремонт обуви. Может быть, их можно как-то там просиликонить подошву. Или что. Не знаю. Не понимаю, что там можно сделать. Но, возможно, есть какой-то выход из этой ситуации. Пойду, схожу, спрошу. Сейчас здесь как раз рядышком находится ремонт обуви. Вчера показывала сериал. Смотрели интересный. И я сказала, что там сценарий слизан с игры кальмара. Но я что-то не могу вспомнить, когда вышла игра в кальмара. Мне кажется, что она вышла в 21-м году. А фильм этот вышел в 20-м году. Поэтому тут непонятно, кто кем вдохновлялся. Поэтому могла быть дезинформация. Инфа не сотка. Не точно то, что я сказала. Потому что фильм выходил в 20-м году. Начали сейчас, когда на отдыхе были. Там постоянно по ТНТ шли вечером реальные пацаны. Новые серии там. Зашли вообще 13 сезонов. Мы смотрели еще первые. Может, первых три. Давным-давно, когда они выходили. Сейчас включили. Наверное, четвертый или пятый сезон. Но видно, что такое. Шутки там для того времени уже, кажется, не сильно. Не сильно кажется интересным. Может, еще посмотрим пару серий. Или сезоны вперед. Но что-то так себе. Отдавай. Это у нас Белорусское общество охотников и рыболовов. И здесь вот такое чучело бобра. Стоит рога какие-то маленькие. Отсвечивает. Не очень хорошо видно. У него прям огромные-огромные зубы. Лапы вот такие с перепонками. Может плавать. И широкий такой чешуйчатый хвост. И у них же зубы постоянно растут. И поэтому им надо постоянно их стачивать от дерева. У нас же город называется Бобруйск. Я показывала уже заборчики с формой с бобрами. Здесь такой бобер. И сейчас закрыто. Раньше здесь тоже были чучелы каких-то рыб. А может быть и открыто. Давайте посмотрим сушеные. Какие-то рыбы были, наверное, здесь. Потому что ничего не вижу. В общем, ремонт обуви был закрыт. Вот такая вот обувь. И треснула, подошва, лопнула. Вот. Вот она как лопнула. Видно. Не знаю, может можно как-то ее склеить. Или что-то такое сделать. Схожу завтра, спрошу.